Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятух, дорогие братья и сёстры. В священный месяц Рамадан Саудовская Аравия выпустила 3D-программу по детальному обзору и просмотру мечети пророка Аль-Маджид Аннабави в городе Медина. В первой части я вам её показала, но не полностью, а теперь посмотрим её детально уже с других сторон. Перед вами ворота мира, ворота Аль-Салям. Через них мы уже в первой части заходили. Зайдём сегодня с других ворот. С ворот Аль-Рахман, ворот милосердия. Всего в мечети 89 входов. Обратите внимание на ковры какие красивые. Их постоянно очищают, обрабатывают и обрызгивают розовой водой, чтобы они приятно пахли, когда молишься. 16 тысяч ковров в этой мечети. Это дверь дочери Зайда бин Амара. За этой дверью её дом находился ранее. Так почему же эти ворота назвали воротами милосердия? В хадисах говорится, что один человек вошёл в мечеть и попросил посланника, мир ему и благословения, молить Бога о том, чтобы он послал дождь. И небо шло под дождём в течение семи дней. Затем он вошёл во вторую пятницу, прося, чтобы дождь прекратился, чтобы не утонуть, и чтобы облака рассеялись. И это считалось милостью для молящихся. Поэтому они были названы вратами милосердия. Хочу вернуться к дверям. Так почему же здесь эти двери находятся? Потому что ранее изначально эта мечеть была 30 на 35 метров. Это потом она уже расширилась, и расширяли её аж 9 раз. Участок под эту мечеть был выкуплен у двух сирот. Когда Мухаммед Саллаху вошёл на своём верблюде в Медину, каждый хотел и рад был принять у себя его. Но верблюд остановился именно вот на этом месте, где сейчас построена мечеть. И тогда пророк сказал, что мечеть и мой дом будем строить на этом месте. Но этот участок принадлежал двум сиротам. И когда пророк Саллаху алейхи вассалам спросил, за сколько вы отдадите этот участок, эти дети сказали, мы этот участок тебе подарим. Но пророк сказал, нет, за это отдайте 10 дирхам. И тогда Абубакр из своих личных средств дал им 10 дирхам, скажем так, купил это место. И представляете, сейчас сколько людей туда, в эту мечеть заходят помолиться, и какое вознаграждение Абубакр за это получает. Ведь мы же знаем, когда человек умирает, все его деяния прекращаются, за исключением трёх деяний, награда за которые не перестаёт не сходить к нему даже после смерти. Это непрерывная милостыня, садака, знания, которыми могут пользоваться люди, и праведные дети, которые обращаются к Аллаху с мольбой за умершего родителя. Так вот, после выкупа этого участка началось строительство храма в 622 году и было закончено в 623 году. Кибла первой мечети была направлена на Иерусалим, на мечеть Алякса. Так что первые месяцы после постройки этой мечети люди молились в сторону Иерусалима. Потом была спослана Сура в Мединский период. «Мы видим поворачивание твоего лица по небу, и мы обратим тебя к Кибле, которой ты будешь доволен. Поверни же свое лицо в сторону заповедной мечети, и где бы вы ни были, обращайте ваши лица в ее сторону». И после все мусульмане стали молиться в сторону Каабы. Направляемся в сторону места захоронения пророка Мухаммеда и его сподвижников Абу Бакр и Амара, мир им благословения Аллаха. Да, пророк Мухаммед, саллаху алейхи вассалам, Абу Бакр и Амара, мир им благословения Аллаха, все захоронены в одном месте, в одной комнате Аиши. Когда умер пророк Мухаммеда, саллаху алейхи вассалам, Абу Бакр сказал, пророков хоронят там, где они умирают, и похоронили его прямо под его кроватью, где он и умер. Спустя два года и три месяца умер сам Абу Бакр. Он являлся и первым халифом, и также он являлся отцом Аиши. Его также захоронили в этой комнате. И спустя 10 лет согласие Аиши захоронили в этой же комнате и второго халифа из подвижника пророка Мухаммеда Амара. После Аиши огородила со всех сторон захоронение стеной, а сама жила рядом в своей же комнате, только уже в уменьшенной площади. Почему я это сделала? Потому что приходили люди и даже старались забрать кусочек земли с могилы. Чего нельзя делать, да? Нельзя поклоняться кому-то, кроме Аллаха, кроме Бога. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вот можно перевод надписей сразу прочитать. Ошибочно считать, что место захоронения находится в самой мечети. Нет, изначально это комната Аиши, а ещё была и другая комната, комната другой жены Сауды. Они находились рядом с мечетью. Пророк вот из своего, считай, идти дома сразу попадал в мечеть. Это уже после реконструкции, расширения. Эти комнаты вошли в территорию мечети, но не самой мечети. И отделена эта комната от мечети двумя стенами. Пророк запрещал строить мечети на могилах. А также перед смертью пророк возвал к Всевышнему и попросил, «О, Аллах, не делай мою могилу идолом, которому поклоняются». И Господь Миров ответил на его мольбу. «Никогда мусульмане не поклонялись могиле пророка». Напротив находится окно Хавсы, дочери Амара и жены пророка Мухаммедса, алейху алейхи вассалам. История с Хавсой такая. Первый муж Хавсы умер от ран, полученных на священной войне при Ухуде. После этого её отец хотел выдать замуж Хавсу за сподвижника Абу Бакра, но тот ничего не ответил. После этого он сватал её сподвижнику Осману, однако и тот не ответил. Амара отправился к пророку, мир ему, и рассказал ему обо всём. Тогда пророк ответил. На Хавсе женится человек лучше, чем Осман, а Осман женится на женщине лучше, чем Хавса, и взял Хавсу себе в жены. Дают информацию, что когда Амар, второй халиф, хотел расширить мечеть, попросил свою дочь освободить комнату. Та отказывалась, но потом всё-таки согласилась с условием, чтобы это окно осталось всегда открытым. И вот его сколько уже, 1400 лет, оно сохранилось. Внутренний вид ворот Аль-Бакея. Я так предполагаю, что это ворота в сторону, ведущие к кладбищу Абакея. Кстати, там и захоронена Аиша. Не могу утверждать. Если кто-то точно знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мечеть в обычное время вмещает в себя более 500-600 тысяч молящихся, а во время хаджа до миллиона молящихся. Представляете, какой масштаб, да? 56 футбольных полей. Первое расширение было при Пророке. Второе расширение при Амаре. Абубакр ничего не расширял, ничего не менял мечети. И так далее, так далее. И так вот 9 раз расширяли. Каждый правитель хотел нести свой вклад. Путь ворот Ангела Джабраила. С этого входа заходил Ангел Джабраил. На стенах висят на арабском языке надписи. На них можно кликать, нажимать и переводить. Каждый. Воронian. Абубак. На шляпь. На магазин. Продолжение следует... 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 Вдалеке мигает синий кружочек, вот мы туда направляемся, это как раз и Минбар, трибуна для проповеди. Сделана она была из глины. Вот можете прочитать перевод. Первая трибуна установлена для посланников в мечети пророка. Была сделана из глины, и он сидел на ней, чтобы его узнали те, кто его не знает. И он проповедовал над ними для пятничных молитв и некоторых других случаев. И тогда эта архитектура продолжалась в течение столетий времени. Продолжение следует... Ворота Абу-Бакра Аль-Садык, близкого сподвижника пророка и первого халифа после смерти пророка. Везде установлены баки с водой Зам-Зам. Когда и как появилась вода Зам-Зам? Хаджар, жена Ибраима, со своим сыном Исмаилом, когда остались в пустыне одни, и у них закончилась вода и финики, Хаджар стала волноваться и искать воду. Она пробежала семь раз между двумя холмами. И на седьмой раз она услышала голос ангела Джабраиля. «Эй, Хаджар, вернись к сыну! Всевышний не оставит его в беде! Придет день, когда твой сын со своим отцом возведет на этом месте святую Каабу». Когда Хаджар вернулась к сыну, то увидела, что пробивался там святой источник Зам-Зам. Так они и спаслись. А мы уже во дворе мечети. Обратите внимание на зонты. Ну, казалось бы, да, зонты защищают от солнца, от дождя. А нет, здесь тоже целая история, как их очищают. На кранах поднимают людей, люди туда забираются. С шланга с большим напором промывают их. Эти зонты прочные очень. Это вот они с виду, думаю, кажутся легкие. Нет, они там и ткань прочная. Там даже вот люди могут стоять и не падают. Ворота сподвижника Амара, второго халифа. Крыша мечели. Минареты. Всего 10 минаретов. Их добавили. Минареты. А вот видите зеленый купол? Вот под этим куполом находится комната Аиши и могила пророка Мухаммеда. Но этот купол не всегда был зеленым. Он ранее был и серым, и где-то голубым описывали. Зеленым его покрасили османы, когда правили. Они же и провели в эту мечеть электричество. Это первая мечеть в то время, в которой было электричество. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Это сейчас вид из минарета. А.Кулакова 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 Это здесь большая библиотека. Здесь хранятся старинные рукописи, старинные Кораны, книги по исламу. И кто получит в этой мечети знания или даст их кому-то, тот получит какую-то наивысшую, лучшую награду, чем если бы он учил, получал знания у себя дома. Музей основания мечети, истории мечети. Здесь даже есть комната для детей. Если дети потерялись, то они ожидают своих родителей в специальной комнате. Там и игрушки, и можно и поспать. В общем, позаботились обо всех. Также, когда в этой мечети проводят проповеди, то выдают наушники, и можно синхронно онлайн слушать перевод текста проповеди на своём языке. Ну вот, завершаем наш 3D-тур. Ассаляму алейкум, братья и сёстры. И не забываем, что молитва, совершённая в этой мечети, лучше, чем тысячу молитв, совершённых в других мечетях, кроме мечети Каабы.